Всем привет из Сухуми! Погодка у нас здесь испортилась. Сегодня прохладно, сейчас где-то 18-19 градусов. Вот так периодически моросит маленький дождик. Но я все равно вышла прогуляться, надела рубашку, шорты, кроссовки. В общем, вот так вот вышло. Вот мой интерсухум. И сейчас мы поворачиваем направо. Я хочу вам показать столовую, сели-поели. И прогуляемся с вами сегодня по городу в такую погоду. Ну что еще делать? Прогуляемся. Я думаю, если нас дождик не застанет, не застукает, то посмотрим, что здесь есть интересного. Просили показать улицы, как вообще выглядит город, разруха или нет. Ну, районы разные, так что сейчас постараюсь вам показать, если нас не застегнет сильный ливень какой-нибудь. Ну все, идемте. Еще раз показываю. Вот интерсухум. Поворачиваем направо. Идем прямо. Буквально 50 метров. И приходим в столовую, сели-поели. Очень хорошая столовая, большой выбор. Все есть, все есть. То есть вот в этом здании, с правой стороны, ну вот здесь вот можно пройти. Раньше она находилась вот здесь, в подвальчике. А, или вот здесь вот, в подвальчике, по-моему. Вот, а сейчас ее переместили вот сюда. Идем, идем. Прямо. Палку селфи забыла. Ну, не палку, а этот, ну, специальную для съемок палку. Ну ладно, буду так руками, немножко будет трястись. Руками, конечно. Вот. Вот, одна минута, и вы уже сели-поели. Моросит маленький дождик. Это уже море. Вот. Все, вот здесь море сразу. Все. Ой, они сегодня не работают. Или что? А-а-а! Погорели! Бля, нифига себе! Ёлки-палки! Только вчера же здесь была. Что, ночью? Вчера вечером? Да вы что? А из-за чего? Что случилось? Не знаю. Проводка, что ли? О-о-о, вот так вот, ребят. Вы видели? Погорели. Смотрите, все сгорело. Такая столовая шикарная. А где, вы говорите, еще столовая есть? Прямо идите, Эльбрук. Видите, через два кассала. Вот, справа на этой стороне. А это еще улица. С правой стороны, да? Да. А, спасибо. Ой, ну вообще, жалко как. Надо же. Вот так вот, ребят. А здесь же вчера была тусовка какая-то. Была какая-то тусовка. Вот рядом здание, там ресторан. И там была тусовка. И музыка играла так долго ночью. Ну, не знаю. Может быть, специально кто-то поджег. Потому что знают, что у них там все хорошо было. Обидно, конечно, вообще. Вот такие вот дела. А я вчера слышала ночью, в 2 часа ночи, я проснулась от того, что у нас... Сейчас посмотрим Эльбрукс. Посмотрим, что за Эльбрукс. В 2 часа ночи слышу на нашем этаже, там я на пятом этаже живу. Ой, а мне даже прохладно немножко. Вы знаете, вот моросит бёждик. На пятом этаже голоса, вот абхазские ребята, они что-то голосили, голосили так громко и всё. Но я не стала выходить, потому что, ну, они по-абхазски всё. Чего? Ну, видимо, вот это вот они рассказывали. Либо что-то прибегали, что-то за помощью. Я не знаю. Ну, в общем, пипец. Так, это вот такая улица. Вот тут кроссовок потерял. Кстати, хороший. Наверное, ребёнок скинул с окна. Надо же. Поднимем сюда. Ребёнок, наверное, скинул. Потом будут искать. Ну, дождик такой мелкий, моросит. И, в общем-то, нормально. Он не сильный, такой моросящий. Единственное, что мои волосы сейчас все закудряются, наверное. Вот такие. Ой, чайки. Слышите? Вот такой вот домик. Люди живут. Эльбурж. Ну, я знаю, в принципе, здесь ещё одно кафе хорошее. Я вам его тоже покажу. Он больше в центре находится. Надо было мне ветровку взять. У меня ветровочка такая тоненькая, льняная есть. Вот. И тоже там очень хорошее кафе, и цены недорогие. Ну, там так скромно, конечно, но там питаются даже сами местные. И оно работает уже сто лет в обед. И мы с 2000 года туда ходили. И там всегда всё вкусно, никогда никто не отравился. У нас все порции огромные просто. Я зимой показывала. У меня есть обзор в декабре. Как раз-таки вот этого кафе там. Ну, а он на берегу моря тоже находится. Не знаю, где этот Эльбрус. Вернёмся сюда, посмотрим. У некоторых, видите, какие есть богатые, красивые дома. Здесь вот такой дом высотный. На некоторых этажах, как видите, вообще нет стекол даже выбитые. То есть там никто не живёт. А на некоторых этажах нормально живут люди. Это маленький магазинчик, по-моему. Да, магазинчик. Здесь какой-то подвал. Ну, единственное, что вот такие здесь дороги. Конечно, под ноги надо смотреть аккуратно. Потому что дороги здесь ужасные. Это не центр, такой райончик. В центре, конечно, красиво. Там есть очень красивые места. Мужчина что-то тут спустил. Шнур какой-то болтается с балкона. Что-то ремонтирует. Магазин-перекрёсток. Вот так вот в окошке ремонт обуви. Ещё один ремонт обуви. Жилой дом. Ну, на юге здесь такой климат, что здесь вот это, то, что красят дома, побелкой какой-то тут покрашенной. Я не пойму, чем, какой краской здесь покрашенной. Что она всё равно быстро от влаги начинает... Вот плесень, видите? Плесень вот по всей... Плесень облезает быстро. Вот красивый очень дом. Смотрите. В этом доме жил заслуженный инженер-изобретатель, общественный деятель, меценант. База Джейния Виктор Камедатович. О, Камедатович. Вот такой вот дом красивый у него был. А, кстати, я читала, я читала, что он сам сконструировал этот дом. Вот, и он как памятник, архитектурный памятник теперь считается. Я как раз про него читала вчера, по-моему. Вот такой дом. Интересно, он живой или что сейчас там? Аренда помещений. Хочу зайти посмотреть, что там. Интересно, эти ручки реставрировались или это всё уже? Или всё так и было, вот как раньше, деревянное? А, тут всякие располагаются, типа офиса видно. Офиса. Такой дом. Ну, классный домик. Ладно, туда не пойду. Здесь посмотрим на первом этаже. Ну, всё. Выходим. Так, вот здесь можно, по-моему, передвигаться спокойно, потому что здесь движение запрещено. Тоже вот по этой улице. Было, во всяком случае, раньше. А, что-то едут машины. Странно. Так, смотрите. Здесь есть... Так, сейчас обойдём. Вот такое здание разрушено. Ведь так и стоит. Типа Бургер Кинга. Вот это здание. Ну, типа Макдональдса. Бургер Кинг. Все тут булочки, сэндвичи всякие. Вот это. Ну, как всё, как в этом, в Макдональдсе. Так, вот что вам я хотела показать. Кафешку, которая дешёвая очень. Но там всё вкусно. Там едят постоянно местные. Это тоже от моря прям. Вот там море. Ну, я вот на отдалении снимаю, как бы вот всё близко. Вот здесь телеграф. Вот вам вот это вот здание, бывший телеграф на первом этаже. И вот кафе называется «Жемчужина». Вот «Жемчужина». Сейчас вам сниму. Покажу, что есть. Здрасте. Здрасте. Сметанка есть. Можно поснимаю, да? Снимайте, пожалуйста. Хорошо. Хорошо. Бирюши, картошечка. Смотрите, столько разных пирожков. А пирожки вот в какую цену у вас, например? Сколько? 30 с капустой, с кокошкой. 30 с сиром, 30. 5-40. С чего? С мясом. А шашлычки? 60. 60. Вот такая штучка. Блинчики с мясом. 40. И это всегда в слое. Ага. Какую цену у нас фотка идти? Я не фоткаю, я снимаю на YouTube. На канал себе, чтобы люди знали, приходили, кушали. Какого мало? Это где-то клеточка. Жемчужина. Жемчужина, я знаю. Я просто уже с 2000 года сюда постоянно прихожу. И мы с детьми, ну, кушали, и всегда все вообще отлично. Поэтому... У нас цены, у нас очень приятные цены. А столовая наша, с СССР-овская, не очень шикарно. Да, да. Нет, ну правильно, все правильно вы говорите. Я поэтому... Только раньше здесь кофе варили на песке, вот здесь. Теперь там варят, да? Ага. Раньше здесь было. Ясно. Сейчас там еще покажу. Спасибо. А вы знаете, я просто рядом живу в Интерсухум, там живу. Вчера буквально ходила, сели-поели кафе, знаете? Оно ночью сгорело сегодня. А, да вы что? Да, я сейчас пришла и обалдела. Я прихожу, хотела людям снять, сели-поели. Думаю, покажу, какой кафе прекрасный тоже. Вчера я слышала, какой-то склад, какой-то склад, сгорание было, но они быстро потушили. Я по новостям сегодня читала, что сели-поели сгорели. Да, я вообще пришла, смотрю, все черное, все у них там, столы, и у них там внутри, вот где они готовят как раз, вот не сам зал, но сам зал тоже весь в копоти черный, а вот видно там где-то, может электрика. А еще рядом же ресторан какой-то там находится, и там вчера всю ночь какой-то праздник был, музыка, может быть там что-то что-то. Там упнуло, вы знаете, ветер был сильный. Да, да. Ой, я вообще обалдела, представьте, я пришла, и вообще мне так жалко, они бедные там мужчины, все в копоти, потому что они там все вытаскивают, это то, что столы, то, что успели вы... Да, вот сейчас они вытаскивают все в копоти, все грязные мужики, вот так вот черные, все эти столы, все там страшное дело. Так что... Да. Здравствуйте. Так, а здесь еще... А, здесь просто еще не работает. А там еще просто не работает, да? Как сегодня? В субботу и воскресенье, пока не работаете, а когда в сезон уже работаете, да? Да, конечно, просто сейчас нет людей, ностальтическая советская столовая. Да, я знаю, я знаю, я сюда. Так где можно еще покушать тогда сегодня, типа столовой? Они мне какую-то сказали, то ли они прижимали... Как? Прямо вводите там вот эту девесенку, на весенку, в бестрок, да? Как он, Манана, как назвать ее? Покушать. Покушать час, хоть в неделю. Теть Манана, вот час где-нибудь покушать может? Не, не сейчас, я вообще вот днем, ну, пообедать, либо поужинать. Не знаю, моя радость. И у вас закрыто, я думала, если что к вам приду, пообедаю. Ну ладно, блинчики можно прийти покушать. А вы до которого час сегодня работаете? До шести, да? До шести. До шести. А так в обычные дни, в обычные дни, до которого час работаете? До шести. До шести? А с утра вас... Нет, если в сезон с восьми работаете, до шести, да? Хорошо. Все, спасибо. Вот такое вот место. Да. Они в шоке. Так что вот так вот, ребят, видишь, даже люди не знали. Смотрите, есть сбербанковские банкоматы. Как раз, смотрите-ка. Вот он, сбербанковский банкоматик. На этой же улице, где вот эта вот жемчужина, он на перекрестке. И вот здесь вот телеграф. Вот если вот кто пойдет, вот телеграф. А улица эта называется... Сейчас мы посмотрим, как улица называется. А-И-А-И-РА, А-И-А-И-РА, сейчас покажу поближе. А-И-А-И-РА, А-И-А-И-РА, 86. Вот так улица называется. И вот эта вот жемчужина, столовка. Так что вот, я говорю, там все местные, а сами знаете, в любой стране, где едят местные, значит, там хорошо все. Здесь вот курсируют троллейбусы. Автобусов тут нет, троллейбусы. И проезд стоит всего лишь 5 рублей. Так что можно передвигаться на троллейбусе. Тут же рядом, вот смотрите, кафе «Мама из пекла». Ну, кафе кондитерское, видимо. Тоже очень симпатичное. Можем зайти, кстати, посмотреть. Мама из пекла. Здрасте. Так, и вот такая здесь выпечка. Смотрите, как все вкусно, обалденно. Наверное, я еще здесь кофейку попью. Все сами готовите, да? А цены здесь вот можно посмотреть, да? А, ну скажите цены, расскажите немножко цены. Получается 140 рублей. 140 рублей смородина. Ребята, это левше 80 рублей. 200 рублей шоколадная бомба. 180 фонофи получается. 200 рублей. Вот, в частности, получается 180. 180. 200. 200. 50. 50. 50 тоже сами делаете, да? Да, все сами. Ага. Это поле с мамашем смородина. 200. 200. А корзиночки вот скажите? 150. 150. А там внутри что? Весточное место, джем, субника и заварной крем. Заварной крем. Да. Ага, а это значит типа птичье молоко, наверное? А это значит типа птичье молоко, наверное? И вот медовик. 110. 110. Ага. И кофе у вас есть, да? Кофе, соки. Так, вот цены можете посмотреть тоже здесь. И спиртной тоже есть, да? Да. И спиртный. И спиртный. Угу. Так, наверное, я сейчас тогда, знаете, возьму кофе. А чай тоже есть? Чай есть, черный, зеленый, цитрусовый, ягодный. А цитрусовый, это что за цитрусовый? Там лимон или цитрусовый. А, вы сами прям добавляете? Давайте цитрусовый. Здесь прянотику здесь вкладите, оно отличается, там мед просто добавляется. В пряности? Да. Нет, просто цитрусовый. Цитрусовый, да. И я возьму, наверное, знаете, что это, корзиночку вот с клубникой попробовать. Так, сейчас скажем адрес кафе. Улица проспекта Яра 45. Сухуми. Улица какая? Улица проспекта Яра 45. А, улица проспекта Яра 45. Вот это адрес. Кафе называется? Мама из Пекла. Мама из Пекла. Название классное. Все ушли из кафе, я одна, как раз. Мне интересно, из чего сделано вот это вот панно. Из водорослей, что ли. Смотрите, мягкое. А это что, водоросли? Да. Водоросли или что это? Мох. Мох? А, живой мох. Обалдеть. Вот такое панно, смотрите, из живого моха. А я и думаю, такое прям вообще пористое. Мягкий-мягкий, видите? Класс. Обалдеть. Сижу здесь, попью чай, заказала себе цитрусовый. Ну, вы слышали. Сейчас все принесут. Красоты и пирожницы вкусные. Вот это вот хочу попробовать. Крем там заварной. Я люблю заварной крем очень. Поэтому как раз будет отлично. Ну, видите, еще сезон не начался, поэтому иногда некоторые кафе еще не во всю силу работают. Вот. Чтоб пирожное лучше увидеть. Под дождем, но вроде не закудрявились. Немножко так закудрявились. Спасибо. Ну, оставишься чай. Чай. Спасибо. Спасибо. Красота, да? Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо большое. Любка спокойная музыка здесь играет. Приятная. Так, а как, интересно, есть? Может быть, сначала внутренность съесть? Вкусно. Чай такой красивый. Так, вот государственный русский театр драмы. Русский, значит, по идее, по-русски, наверное, даже. Вот сегодня, да, электр, я смотрела. Сегодня в 19.00. 14+. Так, а что здесь еще? Смотрите. 16.00, 18.00, 22.00, 25.00. Здесь ревизор Гоголя в 19.00, 27.00 здесь последний из ушедших. Так, и 29.00 меня здесь уже не будет. Бродский. Билет 600.00 рублей. Так, в театре все узнала. Билет стоит 800.00 рублей на сегодняшний спектакль. Ну, сюжет вроде как интересный. Ну, не знаю. Закончится он в 2 часа. В 8.00, 9.00. 7.00, 8.00, 9.00, в 9.00, потом идти домой. Вот я вот боюсь по вечерам тут ходить. Мне опасно как-то. Не знаю, вообще подумаю, подумаю. Смотрите, я что хотела вам показать. Рядом прямо с театром, вот театр желтенькое здание, находится гостиница Рица. Вот она. Это, ну, не дешевая гостиница, скажем. Дорогая гостиница. Вот такой вот холл у нее красивый, смотрите. Лепнина такая обалденная. Можете на букинге посмотреть цены. Я смотрела сюда цены, но не дешевые, в общем. Находится она прямо на берегу моря, в центре. Здесь напротив, что это? Ну, какие-то маленькие магазинчики, по-моему. Набережная. Здесь вот это красивое, конечно, место. Арка. И вот набережная здесь пошла. И в эту сторону. Кстати, в этой стороне вообще не было. Вот сейчас прогуляюсь, наверное, в эту сторону. Я давно там не была, вот туда не ходила. Здесь кафе. Можно выпить кофе, посидеть. Вот. Можно венца, наверное, тоже выпить. Вот под такой крышей. Ему тоже уже сто лет, по-моему, в обед. Вот прям давнишнее такое кафе. Там порт. И вот гостиница Рица.